здравствуйте в эфире программа время говорите у нас в гостях музыкант основатель проекта иванга иван киселев иван привет я хочу сразу сказать что диалог у нас сегодня будет творческий какой гость такой диалог с вами мы на ты общаемся потому что заочно знакомы поэтому на ты давай начнем вот с чего у тебя вышел собственный клип в нашем городе это не так часто происходит какие-то клипы появляются до чтобы все это делал один человек или даже команда это дело и клип я посмотрела и надо сказать что картинка она ничуть не уступает западный и ну хотелось бы узнать что это за клип как все начиналось ну начну с того что в начале лета прошлого я познакомился с режиссером этого клипа его зовут вова малиновский вот это отличный режиссер отличный видеооператор вот и он заинтересовался моим творчеством захотел попробовать сделать на мою песню клип в принципе с этого все и началось отличный режиссер отличный оператор мой отличный однокурсник как-то так внезапное было такое знакомство с ним на самом деле ничто не случайно вот и мы с ним вместе сели набросали сценарий буквально на три листочка вот оговорили это все и стали снимать то есть за июль август сентябрь и начало октября то есть эти четыре месяца мы спокойно снимали клип а как называется клип секунды называется на первое слово на этой песне то есть песня начинается со слова секунда я решил эту песню назвать именно так появился когда клип когда он вышел презентация когда была презентация клипа была это не назвать презентацией просто залил этот клип на сети на там на youtube и instagram залил 15 апреля а кем создавался клип тоже вовы то есть все монтировал он сам все делал он сам в плане видео всего делал полностью а если мы говорим не видео музыка кто снимался если про музыку говорит то музыку писал я то есть я написал полностью трек аранжировка была моя и потом я отдал свою музыку одному человеку которые просто переделал и сделал из нее совершенно другую музыку то семья этой песни два варианта есть свой вариант такой трушный который я исполняю на концертах мой а есть вариант именно такой deep house ну типа того вот как вот на клипе этот вариант музыки получается написал сергей киреев который живет хабаровске есть такой диджей вот так же он аранжировщик и он как раз пишет в таком направлении музыка музыку и я решил написать ему и он написал на мою мелодию на мои стихи именно музыку уже по-своему немножко по-другому и мы очень долго решали какой оставить все таки вариант мой или вот второй вариант и все-таки 50 на 50 было вот именно в процентах но я все-таки согласился с вовой и мы решили выбрать именно этот вариант то есть я правильно понимаю что и музыка и клип и участник клипа главный герой это все так ну не только участник я еще таскал коробки все разбирал оставил свет и все это дело ну хорошо хоть за камерой не стоит очень сложно организовать клип самому все собрать людей собрать и все локации проговорить все это прозвонить принести оборудование все поставить то есть это все я делал сам потом быстро перри переодевался и бежал мы снимали клип кстати да вот насчет локаций мы кого и что видим в клипе мы в клипе видим молодого человека который живет обычной жизнью как любой житель владивостока молодой парень которые входят в клубы там да вот у него тусовки свои то есть он знакомится с людьми там с девушками и у него какие то происходят как будто видение лесные или что ну то есть там все к этому и ведет что как будто бы ему хорошо но он своего человека еще не встретил тогда вот эту девушку главную героиню вот и в конце именно только в конце он с ней встречается в кафе а до этого вот те промежутки которые есть там в музыке они это просто как какие-то сны что ли который он представляет причем может быть это его даже бред потому что в конце где он смотрит на фотографии которые он якобы фотал а на самом деле ее там нет то есть даже до такого доходит состояние что как будто бы он сошел с ума что ли среди всего это вроде нормальный человек но все-таки вот есть такой момент что что-то у него там под расстройство а девочка в клипе это кто девочка девочка в клипе алина зовут ее фамилию честно говоря не знаю я ее пригласил на клип сняться в главной роли ну она я на нее подписан был она на меня подписана я посмотрел и мне показалось что она очень хорошо сыграет свою роль поэтому я пригласил и она хорошо справилась то есть долго все весь этот выбор мест людей чего-то он не происходил да то есть это было все спонтанно и все получилось сразу но она все получалось по ходу ну конечно приходилось поработать в плане локации там в плане людей отбор был людей надо было отобрать людей кто-то вообще не пришел на съемки то есть надо было именно 12 девочек на съемки там на локацию просто кто-то не пришел кто-то вообще просто вот сбоку зашел такой хорошо я поснимаюсь ну типа то вот то есть вот такие даже были люди то есть со стороны зашел герой да ну а как по-другому а кому адресован клип какой слушателю этого я думаю аудитория я думаю что молодежь ну так лет на нас и так не знаю ну вот в океан ездили в океане все пели потом дети с детей начиная и доходя на на до 25 но 15 до 25 я думаю точно это песня бы зашла как раз таки и самые активные как до самой танцующей романтичная песня что хотелось сказать этим клипом была какая-то мысль или же это просто вот такой творческий порыв попытка что-либо сделать попытка научиться сделать это ведь 1 1 клип такого рода да но это было да это было желание просто попробовать что-то сделать интересное попробовать именно максимально как я смогу вот и все то есть не было такой задачи чтобы там что-то донести серьезное людям как некоторые есть всякие комментарии есть пишут что очень очень пустой текст там лишь в этом роде то есть всякие комментарии есть есть и хорошие плохие и это этот текст он легкий он не несет такой смысловой нагрузки его никого не грузит там чем-то таким что ты должен подумать там что-то сделать решить там россию там поменять еще что-то такого не было в планах была в планах просто такая какая-то зарисовка мелодия которая на что-то человек оттолкнет подумать там поразмышлять просто чтобы он сам додумал что он хочет слов чуть-чуть до каждый человек может сам себе додумать что-то интересное к этой мелодии вот и все в принципе клип он не подписан как клип ивана киселева он подписан как клип который создан проектом ну да да потому что это и есть вот мой проект это вот дома то есть это моя комната где я сплю это есть мой проект это то что чем я занимаюсь иногда по ночам тогда когда мне хочется что-то творить то есть я прихожу домой вечером сажусь за фортепиано начинаю играть и все там могу зависнуть до утра лежа бедные соседи но не наушники я всегда я могу их одеть все все отлично даже иногда лежа на кровати вот так вот лежу и сразу фортепиано ноутбук я все это что-то записываю кита мелодии но проект иванга хотелось бы к нему самому перейти непосредственно к проекту опять же кто участник проекта что это за проект почему название такое название конечно такое нестандартно для такой музыки как минимум ну да то есть я вот слушала мне казалось что он сейчас появится где-то бубны какие-нибудь ну дочки не знаю но этот проект возник два года назад то есть именно полтора два года назад когда копился на машину я как-то вот накопил вроде какую-то сумму и такой сижу думаю у меня как раз был такой период переломный то есть какой-то период депрессии ли что когда музыка уже надоел ты приходишь так как я барабанщик прихожу на концерт играю кладу палочки пошел домой то есть у меня уже ничего не вдохновляло это к одной рукой отыграл и все и пошел вот и тут как-то вот надо было подойти к музыке с другой стороны как-то себя немножко раз шевелить что вот и я подумал что зачем мне эта машина в которой я буду ехать с таким же грустным лицом домой вот и я просто подумал возьму-ка сделаю себе студию попробую писать то есть я к этому давно уже мне бы эти мысли были в голове к этому шел но все как-то не мог собраться так как у меня ничего не было я просто пошел все деньги потратил на домашнюю студию купил себе все что мне нужно было я сел и просто завис на месяц наверное дома днем и ночью днем и ночью что-то писал инструментальную музыку вокальным но все начиналось конечно же с того что у меня было желание сделать какой-то этнический проект соединить его с электроникой я люблю chill step chill out такую музыку которая коктейльная музыка такая спокойная пищеварительная скажем так когда можно сидеть спокойно разговаривать и слушать и вот мне такая музыка нравилась и нравится вот я подумал что я соединю электронщину плюс какие-то этнические инструменты ханги там всякие бубны как вы говорите да перкуссия гитары всякие там может быть скрип очки что-то такое добавлю интересно принципе с этого хотелось начать но за неимением музыкантов времени и заинтересовать людей когда все с нуля это нереально то есть поэтому я решил сам себе сочинять музыку как она идет то есть и до сих пор мои друзья спрашивают какой у тебя стиль там что за название там или почему она женское название там ну или что не в этом роде поменяй себе ник там пиши одинаковую музыку пиши одинаковый там взялся за попсу пиши попсу вот я так не делаю потому что так не идет мысль когда я сажусь специально писать что-то сейчас я нарисую вот именно это у меня ничего не получается то есть я день сижу просто так как только я пишу то что у меня просто летит из головы но она хоть что-то рождается и вот хоть что-то она и есть вот эта музыка моя она вся немного разная но она немножко есть в каждой мелодии есть что-то похожесть со следующим треком вот ближайшем будущем я уже доделаю свой альбом он будет состоять из 12 треков то есть уже всего 12 треков насобирала его ну даже больше есть да но пока я думаю 12 хватит и они все между собой цепляются ну да начиная с алекс начиная с инструментальной музыки хотел сказать начиная с инструментальной музыки и перетекает именно уже в песне то есть песни чуть позже появились честно говоря то есть мне кажется когда друзья спрашивают про стиль надо говорит что это мой стиль нету стиля я ну как это я также играю на барабанах мне когда говорят и джазовый барабанщик подходит и говорят ты должен играть джаз но я вот как слышу музыку такие игра сажусь играть рок я играю в рук и всем нравится что это рок звучит то есть я не парюсь там по стилям поэтому я всегда всем пытаюсь донести зачем думать про стиль ты думай про музыку создавай музыку и все все будет хорошо а каким образом ты все это пишешь сочиняешь я не знаю ты абсолютник или у тебя есть музыкальное образование как в твоей голове может рождаться музыка для меня это загадка для меня тоже была загадка я сел за фортепиано нажал просто три звука ну я знаю гармонию конечно я получил образование я трубач по образованию то есть фортепиано у меня было там три года в училище то есть то есть все таки есть образование развалились я училище закончил до музыкально в уссурийске потом приехал владивосток 18 лет 18 лет я приехал владивосток отучился здесь еще пять лет вот здесь я учился на трубача ну на трубе играл фортепиано у меня не было вот но без фортепиано нереально поэтому я занимался на фортепиано сейчас занимаюсь немножко разбираю там кита гармонии то есть это интересно и с чего создается музыка да не с чего просто садишься и начинаешь помимо желания еще что-то появляется внутри потому что вот недавно я сел у меня был день свободны и прям все специальные весь день пытался написать и везде ничего не написал все стер и все удалил то есть должно что-то щелкнуть где-то на лида да вообще никак не получается то есть бывают такие моменты прям вот день потратил то есть это прямо несколько часов с утра и до вечера а у иванге уже есть армия поклонник своя но чуть-чуть есть наверное думаю да но у нас за все время вот и за все время существования до было два концерта это в апреле прошлом году в прошлом в апреле первый был концерт сольный потом осенью через полгода это по-моему в октябре или в ноябре не помню вот был второй концерт на первом концерте было человек на на 60 или 70 на втором чуть поменьше 50 не одно это немало 60 концерты были в бисби ну там просто почти все друзья те кто просто меня знают те кто занят музыкальной жизнью в владивосток а где можно посмотреть послушать проект кроме как в соцсетях кроме как в интернете пока нигде то есть именно свои концерты но два концерта было и все то есть но куда-то звали там ну пару раз там играли на заказ ну типа якобы надо поиграть свою музыку то я несколько раз переспрашивал точно вы уверены вы точно смотрели в то что я скидывал вот ну людям нужно было именно это что владивостоке к эта музыка есть иногда я исполняю могу себе позволить на концерте качество грубо где играю есть команда в которой я играю коммерческая команда и не только коммерческая на еще и творческая два так бы две ветви там развивается вот это барабанное шоу которым игра и иногда когда мы даем там сольные концерты свои то я могу исполнить там песню свою под шумок для людей ну как бы вроде заходит сражение да все спрашивают все находят слушают еще такой вот вопрос да проект иванга он ты уже проговорил творческий но а какой-то финансовый заработок он уже приносит еще пока нет то есть а купилась на машина которая была вложит конечно не клип не 2 не 1 не машина ничего не окупилась совершенно это все для души и все просто то что хочется делаю а дома кстати кого хобби хобби такое дорогое хобби а как дома выглядит эта студия да очень даже с виду скромно там ничего такого нет просто мониторы клавиша ноутбук звуковая карта все комплектующие микрофон студийный там что еще всякие пуш и специальные приспособления то есть ну там но все это записывается прям дома или ты куда-то выезжаешь на студию кому-то вокал я пока прописываю на студии потому что дома все-таки не то пальто вот не оборудованного помещения дома шумы хотя дома я прописывал трубу я прям брал дома у меня была табуретка старая прям переворачиваю клал туда подушки накрывал все это одеялами засовывал туда трубу микрофон там стоял и прям записывал трубу на и это все пойдет в альбом то есть я это переписывать не буду у меня есть треки где я просто писал прямо в макбук то есть я на работе мне что залетела в голову я понимаю что надо быстро наиграть я беру трубу ставлю ноутбук на пол сажусь на коленочки включаю себе наушники и пару раз там этот трек проигрываю и все и вот это вот вот это все прям остается в музыке то есть я правильно понимаю что и клавиши и труба и ударный и вокал это все ты все сам прописываешь ну да человек оркестр но барабаны я собираю то есть я же собираю из электронных таких я их не прописываю живую то что электронная музыка там принципе куча сейчас в мире этих барабанов записанных которых можно использовать мы не прям там дорожки какие-то кусочки я напоминаю эта программа время говорить и сегодня мы говорим о новом клипе проекта иванга который презентовали во владивостоке сейчас прервемся на короткую рекламу и продолжим беседу в эфире программа время говорить я напоминаю у нас в гостях музыкант иван киселев вань продолжаем мы поговорили уже о проекте иванга о твоем проекте о клипе который у нас появился в городе теперь хочется немножко поговорить о предыстории и о тебе уже мы сказали что человек оркестр что ты играешь и на барабанах и на трубе наверняка еще на чем-нибудь и поешь и в клипах снимаешься да как все начиналось твой творческий путь и как ты постепенно пришел к иванге и к снятию клипов вот с чего все началось для вашего с детства прямо здесь прям с детства все началось с того что брат взял какую-то лопату похоже на гитару мой старший брат он меня старше на год я взял просто банки из-под детского питания тогда они еще были железные тогда не было ютуба и не было всяких там фрутонянь было что другое не помню что вот я их перевернул он взял гитару мы стали с ним играть вот мы с ним сидели просто на балконе даже играли и там люди ходили кричали типа хватит уже там долбить по ним вот с этого в принципе все началось то есть я понял что мне очень нравится барабан прям я вообще прям залип на эти барабаны причем я их включал по банкам и представлял что меня барабаны звучат сколько на твоем счету поломанных барабанных палочек не считал много не но был период когда я прям специальных ломал одну за одной прям в каждой песни как или нашел ну да я хотел быть шоуменом я хотел поданным другом другой был момент мне было тогда лет 15 я играл урок тяжелый такой маленький мальчик который пытается играть тяжелую музыку жил тогда в уссурийске мы с братом играли вместе потом мы с ним пошли учиться училище культуры там встретили еще одного человека это басист очень хороший татаринов кирилл и в общем-то там зародился у нас ансамбль который сейчас называется джаз дэнилс это мы до сих пор вместе играем достаточно известны в нашем городе да но мы на самом деле выступали на джаз-фестивале несколько раз я уже на фестивалях играл на на 1 9 но с разными командами джаз-дэнилс она на два раза вот мы играли на джаз-фестивале это стиль такой у нас был фьюжн есть такой стиль когда смешение стилей происходит разной музыки инструментальной вот и в принципе с этого все началось мы в уссурийске стали вместе играть потом спустя 4 года я в 14 туда поступил 18 я закончил и понял что мне надо что-то решить что чем я буду заниматься в жизни я решил поехать в владивосток потому что в уссурийске я понимал что мне там делать нечего в плане музыки я приехал сюда поступил меня взяли и все пять лет моих пролетели очень быстро в академии так как я сразу попала в группу коммерческую стал зарабатывать типа деньги для студента это было даже нормальные хорошие деньги в клубах играл и закончил в 23 также продолжал работать везде то есть и в оркестрах я работал в театре перебалета даже поработал года полтора в оркестре потом ушел оттуда в мгу работал штабе тоф тихоокеанского флота вот чтобы нам оркестре 9 мая вот эти парады все было на наш 5 на на парадах что ли примерно которых я участвовал в оркестра ну то есть принципе становился музыкантом скажем так набирался опыта и вот дожил до 30 лет решил создавать попробовать музыку вот принципе все мне кажется 30 это у всех такой наверное переломный какой-то момент когда да да сел и подумал что все у меня творческий кризис я вот не добавлял так сказать в прошлом блоке хотел добавить что на самом деле вот я пишу музыку до собираю аранжировку все делаю но эту музыку мне помогает еще делать один человек то есть чего начался именно этот проект со встречи с одним человеком он диджей и не только диджей это алексей алексей заматаев есть такой диджей диджей z кастом возможно ты знаешь вот и мне очень мы сразу как-то с ним соприкоснулись и мне понравился его стиль мышления стиль музыки которые он слушает потому что мне тоже это было как-то близко и поэтому мы как-то с ним быстро сдружились и вот на фоне этого еще был такой от него такой небольшой толчок в сторону творчества потому что он не помог во многом то есть именно технически помог там с программами разобраться там где-то что-то да вот такие моменты с оборудованием тоже подсказывал помогал и вот у него есть еще один друг хороший это леонид мальков есть такое драма и бас диджей который пишет свой драма и бас то есть он у нас городе есть на самом деле такой очень крутой драма и бассер как вы очень назвать не знаю но вот он пишет драм и это вообще очень красиво звучит то есть я послушал мне это очень понравилось мы с ним познакомились он заинтересовался тоже моим творчеством и решил мне помочь потому что я все-таки начинающий и я не знал как это все облагородить правильно вот так что я как я сделал максимальный продукт я сделал полностью аранжировку полностью собрал там барабаны бас ну тут все да написал мелодию все это записал на студии и вот потом уже была его работа он это все облагородил заменил где-то басы звуки сами педы там поменял барабаны чуть-чуть именно звуки сами то есть за счет этого мама музыка стала не как сега звучать а уже звучать более профессионально да скажем так вот то есть он большую работу сделал то есть ему огромное спасибо на самом деле давай вернемся к твоей личности объясни для зрителей для меня чем ты сейчас конкретно занимаешься но я не имею ввиду период самоизоляции я имею ввиду твою рабочую деятельность хорошо да все это некоторые так спрашивают так играешь и не работаешь и грида все все играю не работаю вот на самом деле чем я занимаюсь у меня так сказать работа это мои выступления но основная как бы работ если начинаете уже переводить все это на финансы на на деньги у меня несколько коллективов которых я играю то барабанная шоу сейчас груб это джаз дэниус это конечно не более творческий коллектив не в котором я зарабатываю но все же группа сила вокалиста вы все знаете все в кодиоскопе михаил коган вот с ним мы играем а есть еще лаунж проекты там мята допустим такие вот и вот это те проекты в которых я работаю то есть постоянно там перебегаю с одного в другой потому что по другому никак в одном не посидишь не заработаешь помимо этого у меня есть дневная работа это мои ученики постоянно это сарафан на радио работает люди записываются хотят заниматься дети взрослые все кто хочет заниматься они приходят ко мне барабан у меня до барабанами заниматься у меня есть студия где я веду частные уроки даю также я работаю в оркестре сейчас решил себя подтянуть в плане трубы хочу попробовать еще один подход чтобы научиться более быть таким музыкальным в общем музыка это бесконечная штука да в ней можно постоянно учиться учиться и развиваться а сам-то ты на кого получился на ударник и руба труба на барабаны я учился просто вот сам не было преподавателя но там наверно попроще или нет барабаны да они мне давались попроще потому что ну как-то вы него предрасположенность или что то есть я за барабаны сел стал играть сразу отрубает а шаолин какой-то я не знаю это надо прям уйти в храм буддийский и там заниматься ну для меня потому что это очень сложный инструмент но когда у меня получается хотя бы две-три ноты я уже рад у нас такая односторонняя любовь с трубой я ее люблю очень и не бросаю этот инструмент никогда не брошу то есть всегда занимаюсь но вот насколько я да во всем этом разбираюсь что-то понимаем что-то нет джаз-дэниелс джаз-дэниелс барабаны группа иванга джаз-дэниелс я знаю это чать частенькой импровизация полнейшего да да барабаны здесь я так думаю какие-то и каверы наверное бывают что-то свое но иванга это целиком и полностью свой проект еще и такой в разных стилях каким образом ты умудряешься все это совместить своей голове потому что но обычно же либо просто каверы играют либо какую-то собственную музыку я вот и говорю что два года назад либо я просто бы остановился бы и все и просто играл бы все эти песни которые я играю сейчас но я просто решил поменять свой подход немного то есть даже если я играю что-то простое значит я в этом сразу оттачиваю что-то новое то есть вот так как это соединяется все в голове ну это много информации в голове да но нас опытом как бы приходит и ты бежишь на одном концерте одно играешь на втором второе не проблема импровизация тоже нормально даст дается тебе ну это большой опыт я играю просто много уже то есть но 15 лет грубо говоря сижу за установкой проект иванга проект трио барабанная да джаз дэниелс чему больше времени уделяется что может быть любимая или нельзя так разделять это периодами я бы так сказал то есть у меня был период когда я залип на свою музыку и писал и писал и писал и писал ночами вставал утром шел на работу не выспавшийся вот и ну были такие периоды когда хотелось не хотелось а даже писалось то есть оно это это было были периоды когда я совсем ничего не пишу то есть у меня вот если посмотреть на нас этого лета и до конца ой, с этого лета, с прошлого лета, с конца прошлого лета, когда я стал снимать клипы и уравнять музыку уже, не писать, просто подравнивать, что-то там доделывать, потому что я делал альбом. Я написал, может быть, пару песен всё за это время. Это очень мало. Со сравнением с прошлым годом, когда я написал 12 разных композиций. Всё периодами. Бывает такое, что я просто много концертов барабанщиками. Ну, прям очень много. И ты весь там. То есть ты тратишь всё время туда. Это по-разному происходит. А в столицу? Или куда-нибудь там? В Питер, в Москву? Не знаю, может, вообще за границу куда-то. Никогда не хотелось, если уже достигнут определённый уровень, уже вроде как нужно какую-то ступень перешагивать? Или, может быть, ещё есть, что сделать здесь, на местном уровне? Ну, хотелось, конечно. Хотелось. В принципе, наверное, больше хотелось не то, чтобы поехать показать, а вот если за границу брать, так лучше поехать поучиться. Вот, что хотелось. И до сих пор хочется. Понимая, что ты уже совсем как бы не маленький, тебе уже пора уметь, а не учиться. Но всё равно больше желания учиться. Я бы поехал куда-нибудь печиться, честно говоря. Ну, за границу, если так разобраться. Потому что там, я думаю, со своей музыкой, ну, возможно, какие-то... Можно было бы выступления сделать, но всё зависит от менеджера, как он это продаст и всё такое. А если ещё касается Москвы, там, Питера, оттуда якобы надо, да, ну, вести свою, ну, свою карьеру, да, там, музыкальную, как бы оттуда, да, с головы. Это, в принципе, логично. То есть надо туда приехать, там, знакомиться со всеми. Вот. Ну, пока об этом... Ну, задумывался, честно. Задумывался. И не только я. Мы задумывались поехать барабанным шоу в качестве груб. Потому что мы тоже пишем песни вместе. То есть у нас своё творчество. Мы до сих пор об этом думаем. Вот. И даже есть предложение, там, уже ехать, играть. То есть можно уже там несколько концертов сразу там себе организовать. Но пока, если мы туда и поедем, то только на разведку, там, на неделю. То есть с туром с таким. Да, таким маленьким мини-туром приехали, 3-4 концерта дали и уехали. То есть как-то так. Потому что если ехать туда, мы уже все взрослые, как бы. Здесь уже у всех более-менее всё хорошо в плане работ и... Ну, просто жизни в целом. Да, ну, связи там. Ну, да, то есть все знают, что есть такая команда, нас приглашают. То есть если мы уедем, мы потеряем эти моменты, да. Мы должны знать, как... Не на пустое место ехать, скажем так. Поэтому это всё пока ещё в таком состоянии, большом вопросом. Но этот вопрос есть. И он, как бы, тревожит нас иногда. Хочется уже так, под завершение программы, да, задать такой вопрос. Ну, я не говорю про кумиров, я не говорю про подражание какое-то, да. Но, тем не менее, у нас у всех есть какие-то любимые исполнители, там, будь то инструментальная музыка, будь то вокал. У нас... Ну, мы всегда все стремимся быть, наверное, на кого-то похожими. Есть вот такой исполнитель, такой человек, группа, кто-нибудь? Вот, ну, их много, на самом деле. То есть я слушаю много музыки. Я бы так сказал, что вот среди барабанщиков, допустим, есть такой Дэйв Вэйкл, который сюда один раз всё-таки прилетел. Так получилось. В нашу филармонию, на джаст-фестиваль. Я тогда сидел и вообще не верил, что это реально, что этот человек вот сейчас играет. Потому что это для меня номер один. Он и остался на всю жизнь для меня номер один. Потому что не было Ютуба в детстве. У меня была одна кассета, которая затёр до чёрно-белого состояния. Это был он. Всё. И когда он сюда прилетел, он пролетал, причём в Японию, и на тот момент Макаренко был директором филармонии. Вот он смог его сюда выдернуть. Вот. Это если касается барабанов. Трубы тоже не могу сказать, кто именно. Но их много. Трубачей, которые мне нравятся. Вокала тоже, но их много. Не знаю, вокалист, колдплея. Кто ещё может? Их много, прям куча. В плане музыки тоже. Есть какие-то треки, которые меня вдохновили на то, чтобы я написал треки. Но есть такое. Есть момент. Есть какие-то вещи, не то чтобы заимствование, но учёбы такой, скажем так. А ты в любом случае, если делаешь трек, даже пытаешься сделать похожим, ты не сделаешь его никак. Он, может быть, будет похож, но он не получится. Точно-точно, сто процентов. Ну а вот когда клип вот этот создавался, секунды, он, как тебе самому кажется, ну вот, откуда ты вообще черпал вдохновение? Может быть, у кого-то слово это не то, да? Не то слово, не вдохновение. Где ты учился и что ты в него вложил? Вот таким вот образом. Именно в видео. Да. Если касаться картинки, видеокартинки, но именно мы двигались от того, что мы написали. То есть именно от сценария. Сценарий это был наш личный. То есть мы его сами собрали. Но не было такого, что мы прямо вот сели такие, так, мы сделаем вот так. Ну как бы там, посмотрим клип какой-нибудь и так же сделаем. Такого не было. Вот. Было все просто вот. Есть песня, есть в ней такой смысл, определенный в этой песне. И вот надо его как-то передать. И благодаря большому опыту Вовы, которая это все умеет делать, я отдал полностью ему все в руки. Говорю, Вов, сделай так, как надо. Ты говори, как делать. Как бы я в этом не силен. Ты отвечаешь за картинку, и отвечаешь за музыку. Все, в принципе, так и произошло. Но он такой очень молодежный получился. Клип, я думаю, да, нормальный клип. Ну, мои друзья там сдалека, там, с Москвы говорят, что как бы не хуже, как бы российского, скажем так. Картинка очень хороша, и музыка хороша, все прекрасно. Да, ну, всякое разное есть мнение. Кто-то пишет, что картинка хорошая, а музыка совсем не очень. Текст вообще можно удалить, там, и все такое. По-всякому пишут. И в личку, и комментируют. Ну так, это же наоборот, хорошо. Ну, это хорошо, что реакция есть какая-то, да. Не важно, что говорят, главное, что говорят. Да, я, в принципе, знаю, что я туда хотел вложить, и я могу всем объяснить, и все нормально, то есть. То есть лайков и дизлайков он собрал в достаточном количестве. Да, нормально. Вань, спасибо за такую беседу. Я хочу пожелать твоему проекту дальнейших процветаний, творческих, коммерческих. Пускай он приносит, уже пускай отрабатывает ту машину, которая в него вложена. Я надеюсь, что все получится. Я уверена, что все получится. Спасибо тебе еще раз за беседу. Спасибо, что пригласила. Было очень здорово. Приходи к нам еще с разными. С радостью. Я бы пришел. И в завершение выпуска я предлагаю зрителям посмотреть новый клип проекта «Иванга. Секунда». Секунды, такты, минуты. Как ты? Твой взгляд. Хаски. А я. Сказки. Секунды. Такты. Минуты. Как ты? Твой взгляд. Хаски. А я. Сказки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять и двенадцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять и двенадцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять и двенадцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять и двенадцать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok